Народная площадь в Переславле полна людей. Несколько сотен спортсменов тягают гири, подтягиваются и выполняют иные нормативы, которые являются частью всероссийского комплекса ГТО. Правда, Ярославский проект все же имеет дополнительную региональную окраску. Областная общественная палата именно в Переславле запустила акцию «Я готов». Нормы ГТО сдавал и инициатор общественного проекта Александр Грибов. Мы решили, вся общественность, спортивные и муниципальные районы, придумать такую свою акцию и поставить в каждом муниципальном образовании, в каждом городе, в каждом районе по комплексу для сдачи норм ГТО, чтобы каждый мог подготовиться. Я сам своим примером попробовал, как это тяжело, потому что нужна определенная подготовка, но мы видим, что спортивное движение растет. В Переславле нормы ГТО сдавали 500 спортсменов. Следующий этап проекта 19 июня в Любиме. Молодое поколение сегодня выбирает здоровый образ жизни. Параллельно с нормами ГТО в Переславле-Залесском прошел полумарафон «Александровские версты», собравший 1300 участников из 73 городов России. Стояли за сценой, там стоит памятник дедушке Ленина. Вот как он сказал бы, это архи-нужное и архи-важное мероприятие для популяризации легкой атлетики, из бега в частности. Оно должно быть вообще на регулярной основе, я считаю, в принципе, в каждом городе. Основная часть трассы пролегла по берегу Плещеево озера, историческим местам, связанным с именем Александра Невского. И это не случайно, ведь забег был посвящен большой дате – 800-летию со дня рождения великого князя. Самым отважным предстояло преодолеть дистанцию почти в 20 верст. Та массовость, которую мы видим в каждом муниципальном образовании, честно говоря, даже для нас немножко удивительна, потому что мы рассчитывали, что будет народ, но не столько. А еще когда узнаешь, сколько приезжает гостей, то убеждаешься лишний раз в том, что идея абсолютно правильная. Следующий этап проекта «Бегом по Золотому кольцу» пройдет в Рыбинске 29 августа. Второй по величине город-области примет участников полумарафона «Великий хлебный путь». Вадим Резуновский. День события.